Если идет речь о Корнелии Морару, я его адвокат, правда, в последнее время не занимаюсь этим делом, но это несчастный человек. Почему несчастный? Потому что он, по большому счету, не политический лидер, он в политике очень далек. Он просто был один из тех, который поддерживал идеи Рената Усатова. Он был один из активистов в Единецком районе. И чтобы как-то подойти к этой истории, скажем, с чего она началась, по большому счету. Вот это уголовное дело, в ходе которого потом был и арестован Корнелий Морару, было возбуждено 13 ноября, когда шла в полный ход выборная кампания, когда партии и другие электоральные конкуренты имеют иммунитет. Нельзя в отношении них никакие действия без согласования с Центральной избирательной комиссией. Вот 13 ноября возбуждается уголовное дело, что якобы 26 октября в Еловенском районе в село Милеш-Тимич какая-то женщина раздавала какие-то пакеты с продуктами. Одна женщина, даже не команда, а одна женщина еще с кем-то, раздавала какие-то продукты и призывала голосовать за Рената Усатова. И вот это являлся как бы подкуп избирателей. Да у нас пруд пруди, каждый день это было по всей республике, нагло, нагло повторяю, потому что мы все знаем, показали репортажи, промолекс, посмотрите, у них эта информация, кругом это все партии, мы знаем, не будем показывать пальцам, все власти, которые у власти, все раздавали на лево и на право. И вот на основании этого возбуждается уголовное дело, создается следственная группа из 60 человек. Причем этот факт был установлен не каким-то конкурентом электорал, а капитаном МВД. Что искал этот капитан МВД в аппарате? Капитан, это не лейтенант, это не участковый инспектор. Вот он нашел, видимо, его наградили за этот поступок, что он нашел, что там кто-то раздает. И вот на самом деле это возбуждается уголовное дело. Все ставят на прослушку по всей республике и послушают всех активистов, все телефоны. Это идет выборная кампания, лозунги, да, вперед к европейской демократии, да, чтобы мы, страна, правовое государство, да, все эти лозунги, это на меня уже не воздействует, потому что, знаете, это пустой звук для меня, во всяком случае. И вот в рамках этого уголовного дела послушали и Корнелю Мрару в Еденецком районе. Что имеет это? Милейш Тимич, да, который кто-то там раздавал, да, ну, раздавал, так выясните. Значит, можно было выяснить, кто это привлечет к ответственности. Это предусмотрено и административно. Нет, они по всей республике проводят такие операции. Обыски везде. Я был на обыске и в Камраде. Все офисы, партии, все забирают, компьютеры и так далее, и так далее, все, документы до последней ниточки. Ну и вот в ходе этих следственных мероприятий был прослушанный Корнелю Мрару, который уже после выборов, да, выбора 30 ноября, вот Корнелю, 5 декабря, он возмущается, говорит, да, они такие что-то выборы, не умеют считать там что-то, проценты какие-то. Он разговаривает в селе после стакана вина, он разговаривает со своим братом, он возмущается, возмущается. Так вот, в результате его возмущения приходит, делает обыски мне ночью, в масках, да, у нас же шоу любят, да, в селе. Что такое приехать с Кишинева на масках, на машинах, да, прокурор. Маленький ребенок, жена беременная, вот проводит это все, переворачивает все это. Дома, погребы, все что есть. Ничего не находит. Ведь же с чего началось, что якобы, да, избирателям дают какие-то подарки. Так уже 5 декабря закончились выборы уже, какие подарки. Нет, ищут этих подарков. Где подарки, где всякие прочие, деньги, что-то, человек понятия не имеет об этом, его арестовывают, вот приводят сюда, ему вклеивают статью, что якобы в его разговоре присматривается, или там видно, что не якобы призывает к массовым беспорядкам, да, там что-то изготовит какой-то, коктейль молотый и так далее, и так далее. А ведь же элементарно, я знаю, ребята, учились они где-то или нет? Ведь что такое массовый беспорядок? Это надо люди, да, хотя бы 200-300 человек, ну, 10, я знаю. Но когда он с другим, только с одним разговаривает, это массовый порядок, что ли, беспорядок? То есть, если он разговаривал, там, 20-30 человек, давайте, ребята, где-то, что-то, ничего такого нету. Он возмущается по отношению со своим братом и еще кому-то там что-то... Все, все эти разговоры, его арестовывают. И вот с этого момента я уже включился как адвокат, я говорю, да вы что, ребята, вы посмотрите на него, вот это, способен за это? Он сельский парень, он выращивает помидоры. Ведь же организовать что-то не так уж просто, посмотрите, он может организовать что-то, а кто за нем, какая идея, от чего? Нет, вот он опасен для общества, потому что из команды Рената Усатова. И он дает 30 суток. Жена волнуется, там, через пару дней ребенок выкидыш после нервных потрясений. Там у него бабушка 80 лет, лежит неподвижно, тоже на него. Значит, он не работает, потому что в селе нету работы, он так периодически. Бабушка лежит в постели, нетрудоспособная, жена с маленьким ребенком, да еще беременна, он один на все это хозяйство, и его арестовывают. Хорошая демократия, да, в республике Молдова, человеческая, с человеческим лицом. Ну, конечно, я обжаловал все эти действия, но у нас тоже суд довольно гуманный, скажем. Не хочу очень много высказать, потому что они обидчивые, как это так бы, без доказательств, ну, а как это, судьи, да, может это посмотреть, и дать 30 суток. Человек вот был от дома, от семьи. За что? Ну, эта история продолжилась, но если на сегодняшний день, почему я говорю, что-то есть политический наезд, и то, что-то демократия говорит от своей болтовня, и все верят этой болтовне, но не все. Потому что сегодня никого не интересует уже, а что с этой женщиной, которая раздавала подарки, в чем ответственность ее, где она, почему это дело не в суде уже, да, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, так сколько-то 60 человек из МВД требуется, и прокуроры, там целая команда, чтобы вот такое дело рассматривать, им какая квалификация, какие зарплаты нужны, чтобы они вот такое дело рассматривали, да. Все это, что в результате обыска, все отобрали, по сегодняшний день все молчат, так если ты забрал этот компьютер, тебе сколько надо посмотреть, что в этом компьютере находится, сколько надо, а ведь это же имущество, это право собственности, людям отобрали документы, которые не имеют никакого отношения, просто домой, к себе, к родственникам, да, пошли по родственникам, искали, подняли эти документы, люди говорят, да, эти документы, они не имеют никакого отношения к выборам, это наши рабочие материалы, ничего подобного, вот по сегодняшний день, все это, она уже не нужна, все выиграли выборы, дело сделано, Все забыли про законность, по права этих граждан, по европейские ценности. Они уже все. Поэтому это дело, к сожалению, она была нужна только к тому моменту, чтобы снять Рената Усатова с выборной гонки. Мне без разницы. Я хочу сразу оговорить, я не состою ни в какой партии, и меня пока это не интересует. Я политической деятельностью не занимаюсь. Я адвокат. Для меня важно не лозунги пустые. Я в них не верю. Пусть они с утра до вечера во всех их каналах транслируют. Я людей ценю по своим действиям. Что человек делает. Поэтому я, как юрист, как адвокат, только по доказательствам. Какие есть доказательства, что человек виновен или не виновен. Поэтому, если к этой истории вернуться, она очень грустная. И европейцы подключились потому, что, надо сказать, что без вмешательства европейцев, может быть, еще сидели бы, потому что никто, до этого нет дела. Это спрут. Называется спрут. Подключились европейцы. Мы представили доказательства. Бумаги. Масса бумаг. Они не совсем охотно в то время хотели рассматривать. Что, ребята, посмотрите. А как в Европе? Можно было такое в Европе? Я их спрашиваю. У вас в Европе можно было такое сделать? Ну, они как-то, вы понимаете, да, вот, в принципе, и ценности, да. Поэтому это очень грустная история. Она поучительна. Но в нашей стране стало страшновато жить. Вот к нам приходят люди, да, как адвокатам жалуются. Их некому защищать. И говорят, идите в суд. Ну, авторитет нашего суда, знаете. Поэтому, дай бог, чтобы было что-то поучительное, но очень грустно, что пострадала эта семья, этот парень пострадал. И очень много-много других людей, которые просто свою гражданскую позицию, да, поддержали Рената Усатова. Ну и что? У них обыски, изъяли всякие предметы, вещи. Их по-прежнему таскали под опросами и так далее, и так далее. Ну, к чему, ребята, это все? Это чтобы получить рано или поздно такой отпор со стороны общества. Это совершенно немыслимо. И я думаю, по сегодняшний день никаких мер. Все остается по-прежнему. Власть пойдет на различные нарушения, как неоднократно шла, начиная от нарушения Конституции и нарушений всяких законов, чтобы она только держалась у власти. при помощи, пока и при поддержке европейцев. По-моему, европейцы тоже поняли, что это очень опасно. И хотят их приструнить немножко, но это не так уж просто наших приструнить. Скажу, да-да-да, да-да-да, окей, давайте деньги. Так что вот вкратце такая история. Я еще раз сочувствую этому парню, семье, всем, но это со стороны власти. Это было очень неправильно, незаконно. И со стороны работников полиции, прокуратуры и суда. Надо посмотреть и очень элементарно выяснить, что за человек стоит перед тобой. Он способен что-то сделать или нет. Это бумага, все терпит.